добавлю в свой рис горсть душистой травы праздник желудка а мастер трубку забьет праздник дурмана приветствую вас зубастые кашалоты с вами гранд мастер федорович а в этом видео вы увидите то что лучше не видеть но если вы не увидите то будете жалеть всю жизнь когда ты мастер и у тебя есть храняра ученик который готов за чекушку терпеть все твои новые методы тренировок это прекрасно ведь что бы ни случилось ты всегда можешь сказать что так и надо а инвалидом он стал потому что не впитал сил учить после победы не спеши прятать меч ибо еще не понятно кто враг а кто долбодякил если вы подумали что за хрень здесь произошла то сразу видно что вы не занимались с нормальными кентами у которых за плечами три дня бокса и два фильма жеки чаном поэтому такие тренировки всегда начинаются со слов хочешь покажу смертельный прием а давай хера ай-яй-яй ты мне колено сломал я же говорил прием будет смертельный солнца которое садится за горизонт всегда не хватает а гембель который все равно выгребал по шее от первого года вернувшись домой создаст свое единоборство чтобы мстить всем а а а а Терпи, солдат, генералом будешь или просто терпилой, как это и бывает. А когда мастер лупит тебя кривыми ногами и дубовыми стволами, терпеть не стоит. Нужно сразу развернуться и навернуть мастера таким же стволом по репе. Ведь эта школа небесного гембеля явно несет знамя дедовщины в армии. Практической пользы от того, что тебе херачат по спине ногами и палками, кроме синяков и выбитых позвонков, никакой. Но тем, кто херачит, приятно. Ведь это не спарринг, где можно получить в ответ. Родившийся муравьем может утянуть рафинад у пьяных туристов. А родившийся мастером может расхерачить все, что захочет на своем пути. Тренируйся всегда и везде. Тогда ты сможешь победить кого угодно, где угодно. Главное не сдаваться. Когда тебя побеждает снеговик, пыльце кровати, дверной косяк и другие секретные мастера. А в этом видео вы наконец-то узнаете самый действенный прием от удара рукой, Лучше телячьей нежности, чем свинячьи пакости. Также лучше сложный прием, который наверняка уничтожит противника. Ведь всем нам известно, что чем прием сложнее, тем он эффективнее, а мастер круче. Чем обычный удар в нос, который применяют только слабовольные спортсмены, которые не способны на такую фантазию. То, что вы сейчас увидите, ни в коем случае не показывайте жене и тёще. Это будет ваш секрет. Только ваш. Который вы сможете применить в экстренной ситуации. Учись быстро открывать глаза и медленно рот, чтобы все сразу видеть и не сразу говорить глупости. А изучив этот прием, вам больше не придется говорить вообще. В смысле, как обычно, опросить жену о пощаде, когда вы возвращаетесь с кабака на веселе и с губной помадой на шее. Теперь, зная этот прием, вы сможете с легкостью отбиться от ее скалки и захватить власть в доме. Когда ты достиг вершин, ты можешь обучать тех, кто туда стремится. А когда ты стоишь у подножья горы, ты можешь обучать тех, кто оттуда спустился. Ибо нехрен было туда лазить. Каждое его движение, все движение, клипы, все наше движение, поэтому его защита помогает делать технику. И он выходит от баланса. От баланса. От баланса. Эй! Всё! Трой! Мы будем баланс! Я же че делаю? Только... Литл, 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 вот, вот! Вот такое новое движение! Но каждый раз он отталкивает себя больше, больше! Пока не упадет! Вы понимаете? Хорошо! Погнал! Нет, нет! Девушки, пожалуйста! Девушки! Девушки! Шесть! Великий мастер 12-го Дана с белым поясом настолько велик, как в мастерстве, так и в животе, что с легкостью обучает черные пояса. Причем обучает настолько невероятному приему, что эти недолуги и америкосы не могут понять, как сделать два движения. Мне, как великому гранд-мастеру, всегда было интересно, почему, делая такие приемы, ученики просто не сделают шаг назад ногой. Таким образом они не будут падать. А когда тебя толкают, ты можешь просто отойти. Но такие рассуждения слишком примитивны для великих мастеров. Сказали делать так и никак иначе. Значит, надо! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями и пишите в комментах, какой прием вы будете использовать против тещи. Как бы ни отходим из этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба, хоба, хоба! Вот так! Да! Благодаря одна, да? За дистанцией. Короче, я вот что делаю? Хоту вырываю ключицу, эта ключица вырываю голос. То есть, вот так вот это выглядело. Это называется лебедь. Наше упражнение секретное комплекс упражнений. Старайтесь эти упражнения не светить нигде.